Мы сейчас покажем рассказ, который был написан больше ста лет назад Надежды Теффи, это юмористическая писательница. Значит, в рассказе, ну я сама Надежда Теффи, я думаю, это ясно, вот, значит, роль актрисы будет играть молодая и красивая девушка, но есть закадровые роли. Вообще я представляю группу петербургских друзей Антона, и они должны были приехать, и закадровые роли принадлежали им. Но раз они не приехали, то Антон, ну, а где Антон, сейчас я понимала, значит, ты мне тоже, мне нужны твои глаза, ну, чтоб ты понимала, да, вот, вот. А Антон выберет сейчас те, кто будет играть закадровые роли. Значит, первое, ты выбираешь мужчину, ну, нормального мужчину, в общем, типа как Олег, вот, такой вот. Типа как Олег, тебе что-то было найти. Ну, выбирай, да, выбирай, любого в зале. Я хочу Игоря Белова. Игоря Белова, я так наделась, что он сделает этот выбор, Игорь. Значит, ты можешь никуда не уходить, мне главное глаза, понимаешь? Значит, ты картежник, ты картежник. Мне главное, чтобы я понимала, где ты стоишь, чтобы пальцами не попасть в небо. Так, теперь выбери женщину, которой ты доверяешь. Ну, только не надо, вот, Юлю, вот, Таню, вот, это вот, не надо. Майк. Майк. Слушайте, ну, Марьяна, отлично. Значит, Марьяна, тетка, очень важный персонаж, вы это поймете. И еще бы, я бы хотела, чтобы ты выбрала из зала юношу, к которому ты испытываешь нежные отцовские чувства. Отцовские. Ну, раз этот юноша ушел, то выбери, пожалуйста, юношу, к которому ты испытываешь нежные дядьковские чувства. Да. Есть такое. Есть такое. Вот, пожалуйста. Все, значит, ты у нас мальчишка из меблированных комнат. Вот. Значит, картежник, мальчишка из меблированных комнат, тетка. Вот, Надежда, ты перед вами. А, ну, еще у меня есть одна закадровая роль, но об этом попозже. Начинаем. 1906 год. Надежда Тефи. Раскаившаяся судьба. После генеральной репетиции подошла ко мне актриса. Молоденькая, взволнованная. Простите, пожалуйста, ведь вы автор этой пьески. Я. Пожалуйста, не подумайте, что я вообще. Нет, нет, я не подумаю, что вы. Вообще. У меня к вам маленькая просьба. Очень-очень большая просьба. Но, впрочем, если нельзя, то уже ничего не поделаешь. Это вечная история. Наверное, попросит прибавить ей несколько слов кроли. Всем им так хочется побольше поговорить. За что вы его так обидели? Неужели вам ничуть-ничуть не жаль его? Кого? Да вот этого рыжего молодого человека. Из вашей пьесы. Ведь он же, в сущности, симпатичный. Так, конечно, он не умен, не талантливый. Ведь он же не виноват. Он не злой. Он очень даже милый. А вы позволили этому противному картюшнику об обопротиве по нитке. За что же? Послушайте, я не понимаю. Ведь это же такая пьеса. Если бы этого не было, то и пьесы бы не было. Понимаете? Это ведь и есть сюжет пьесы. Пусть так. Пусть вы правы. Но неужели же вам самой не жаль этого бедного, доверчивого человека? Только скажите, неужели вам не больно, когда у вас на глазах обижают беззащитного? Больно. Так зачем же вы это позволяете? Значит, вам не жаль. Послушайте. Ведь это все я сама выдумала. Понимаете? Этого нет и не было на самом деле. Так чего же вы волнуетесь-то? Я знаю, что вы сами выдумали, от того ты обращаешься прямо к вам. Раз вы выдумали, то вы сможете и поправить. Знаете что? Дайте мне наследство. Совершенно неожиданно. Ну хотя бы небольшое рубли двести, чтобы он мог продолжать честную жизнь, начать какое-нибудь дело. Я ведь не прошу много, всего лишь-то двести рублей. А дальше он, встанет на ноги, и там за него уже и не страшно. Неужели вы можете? Ну полтораса рублей. Сто. Сто рублей. Меньше трудно, ведь вы его привезли из Бердянска. Дорога стоит дорого, даже в третьем классе. Не можете? Не могу. Господи, как же мне быть? Блин, если бы я могла, я бы ему и своих денег дала, но ведь я же не могу. Я бы никогда не стала понижаться и простить вас. Но ведь только вы одна можете помочь им, а вы не хотите. Подумайте, как это ужасно. Знаете, говоря откровенно, я никогда не думала, что вы такая жестокая. Конечно, несколько раз я ловила вас на некрасивых поступках, что вы мальчишку из меблированных комнат выгнали и показали перед всем театром, какой он идиот. То расстроили семейное счастье и соброшки, которые у кого-нибудь нечего я потерял. Я всегда утешала себя мыслью, что просто нет рядом с вами доброго, отзывчивого человека, который указал бы вам на вашу жестокость. Ну чем же объяснить, что вы и теперь не хотите поправить причиненное вами зло? Я ничего, но просто, понимаете, что мы же с вами так всю пьесу испортим. Ну, сами подумайте. Ну, ни с того, ни с сего. И, пожалуйте, наследство. Ну, так допустим. Кажется, что он вообще давно отложил себе сто рублей про черный день. Ох, нельзя. Характер у него не такой. Ну, и пусть будет не такой. Главное, чтобы ему легче жить. Господи, ведь все же от вас зависит. Я задумываюсь, бы же действительно средство с моей стороны так губить человека. Ведь я в сущности его судьба. Я вызываю возник, я не мучаю. Да если бы у меня была душа благородная, я вызывала бы людей только для того, чтобы дать им радость и счастье. А я публично высмеиваю, шельмую, обираю при помощи всяких темных личностей. Ой, некрасиво, красивно. Ой, пора одуматься. Как бы, дружок, я уже сама не прочь помочь ему. Ну, как же быть, генеральная репетиция прошла, вечером спектакль, тут уже ничего не поделаешь. Ужас, ужас погибнет человек. Пропадет не за грош в чужом городе один. И как бы раньше да не додумались. Сама не знаю. Озвернела как-то. Знаете что? Знаете, что мы этого так не оставим? Мы все-таки дадим ему тысяч десять. Только не сейчас, а потом, когда пьеса будет напечатана в сборнике прямо сделаем звездочку и выноску. Мол, такое-то и такое-то получил от тетки видите, как ловко от тетки десять тысяч. Начал на них дело и быстро пошел в голову. Ладно? Дорогая моя, можно вас поцеловать? Да, конечно. Давайте целоваться, нам легче станет. Вы знаете, вы знаете, я даже двадцать тысяч ему дам. Бог с ним, пусть устроится без хлопот. Главное, чтобы ему легче пожелось. Милая, милая, от мальчишки, чтобы в прошлом году выгнули, тоже можно что-нибудь дать? Так, этот рыжий встретит того мальчишку и даст ему из своих двадцати тысяч, ну, хотя бы тысячу две. Правильно, пусть приучается делать добрые дела, а с остальными и даст ему. Да дайте только время, всех пристроим, а? Всех! Дорогая моя, а помните старая дева, которую в третий день жениха ждала? Как мы с ней обалдеть? Пустяки, и вовсе она не так уж и старая, ей тридцати пяти до не было, она получит массу денег, отдохнет, освежает, а там, глядишь, а? Замуж выскочит! Милая, милая, домой-то не ломаться, знаете, у вас даже лицо совсем другое стало, вот, посмотрите в зеркало. Я посмотрел. Совсем другое! А какое? Не скажу.